Асказ Мурия, билдь ми аформи, вертия Фордору. На форуме я просканировал несколько реплеев, и в нескольких из них название ТОП Реплей. Это один из них. Будем надеяться, что меня не обманули. Любимая карта Эмин Муилл играет Готмак, Винд, против Руки и Мелькора. Готмак и Винд играют сверху, Готмак за Ангмар, а Ветер за Синее Горы. Старт в Повозочку, против них Мелькор тоже за Синее Горы, и тоже Старт в Повозочку, и Руки за Эмладрис. Ну, по сути, сейчас, мне кажется, что единственный Старт за Гномов, это Повозочка, это Мета, потому что на Повозочке теперь хорошо стреляющие лучники, и Повозку можно купить, даже если вам не удается снести какие-то отряды или фермы и так далее. Вы всегда можете пойти и просто закрепить тролля. Да, конечно, 250 монет надо отдать за Грейд Повозки. Это еще больше, но тролль дает 500 монет, и вам останется, ну, я не знаю, еще хотя бы 300 где-нибудь шпиздить. Например, здесь можно захватить Аванпост. Правда, тут уже вопрос в том, кто что захватит. Ну, например, подкрысить одного рабочего. Нет, не так уж и сложно на самом деле. Стреляют они очень хорошо. Мы видим, что Готмак стартует в довольно-таки любопытную и рискованную стратку. Старт в Нуменорцев. Он строит лагерь заклинателей, чтобы строить копейщиков отсюда. Отсюда, скорее всего, он будет строить мечников. Хотя есть еще вариант с лучниками, но на старте это очень слабо. Обычно так играют в гейскую стратку, типа колдовской ветер, обстрел. Но вначале у вас же не будет флагов, знаменосца не будет. И, соответственно, вы не сможете, кстати, надо свет рубить. Вы не сможете пользоваться этим, поэтому вначале это невыгодно. Очень странно, но ветер не сносит мастерскую. Он строит вторую повозку. Неужели это будет спам-повозок? Мы видим, что руки крепят копейщиками, но у него здесь есть лучники. То есть у ветра есть лучники. Нет, нет, были. У ветра были лучники, но немножечко перекосило повозочника, и он уехал не в ту сторону. К сожалению. Ну, к сожалению, для ветра нам-то пофигу с вами, наверное. Повозка от Мелькора. Мелькор играет в стандартную стратку с нос-мастерской. У него уже есть один отряд мечников, который ожидает приказа. Повозку, правда, он еще не заградил, но мы видим, что он делает знамена, а значит он строит повозку для саппорта своего тиммейта. Создается хил, ветер решает, что он будет обстреливать противника. Ему приходится отдать бочонок. Ему повезло, кстати. Руки не успел отойти и потерял весь отряд лучников. А так, на самом деле, было бы грустно для него, потому что он должен был бы этих лучников сам продавить. Но, тем не менее, теперь у Руки нет лучников. Ему и так одного отряда недостаточно, чтобы убить повозку, пусть и с прикрытием. А теперь он вынужден будет еще и против двух сражаться. То есть у него довольно-таки печальная ситуация. Но, с другой стороны, если он наедет на эту повозку, то его повозочники сдохнут, потому что тут как бы копейщики считаются. То есть буквально можно слить вашу повозку об эту повозку, если получится удачно выстрелить ее в Мелькору. Забирается Крип. Нужно избавиться от копейщиков Рудаура. Потому что... Ой, беда. Да, потому что если они вышку снесут, то прикрытия не будет. И они снесут сейчас вышку. Не отменил, к сожалению, никто ее. И это минус 400 монет. Лучники на повозках издеваются над копейщиками. И им удалось уже один отряд копейщиков снести. Они продолжают это делать. Подходят мечники от Мелькора. Я удивлен, что ветер их не давит. Это такая халява. Можно даже бочонок кинуть. Подходят мечники. Вот не хватает нижней команде сыгранности. Потому что, ну, во-первых, я бы не советовал... Я, опять-таки, я не понимаю, почему повозка не давит мечников. Что сейчас в голове у ветра происходит, сложно сказать. Но даже хрен с ним. Даже если мечники пошли в атаку, то руки должен прикрывать их копейщиками. Но, к счастью, для нижней команды им повезло. Мечники живы. Три повозки уже. Три апгрейда случниками. Вот теперь ветер всех давит. Минус войска Мелькора. В гордом одиночестве находятся руки. Я бы советовал в этой ситуации, если он не знает, что ему дальше делать. Он боится нападать. Потому что он... Ну, по сути, он сейчас в одиночестве. Так как Мелькор... Хотя Мелькор, кстати, не всех потерял. Он может всех восстановить абсолютно. Всего лишь ценой одного фонтана. Это нормально. То нужно бы руки поставить здесь вышечку. Кинуть на нее мудрость. Она огромный урон по повозкам наносит. И пока он накапливает войска, пока он думает над своей страткой, повозки не смогут расстреливать его. Очень даже хорошая тема. Ставится вторая казарма. Ну, вообще, конечно, повозки сливать надо пачкой лучников под прикрытием копейщиков. Лучников у него, увы, пока что маловато. А тут уже четыре или больше даже. Пять повозок. Жесть. Это любопытная стратка на самом деле. В обычной ситуации это было бы невыгодно. Потому что, ну, повозочники, они же не как лучники. Они не могут стрелять по всему отряду одновременно, да? Они выбирают в основном одну или две цели. Ну, три максимум. Соответственно, больше, чем две, ну, три, опять-таки, повозки строить невыгодно. Потому что они все равно будут в одну цель стрелять, да? То есть, это как куча вышек, которые стреляют по одному юниту. Там куча лишних стрел летит в молоко. Но в нашем случае это им ладрис. У него супер жирные копейщики. И ветру выгодно строить до хрена таких повозок. Потому что он таким образом быстрее этих самых копейщиков убивает. Кстати, ни одного копейщика нет у Готмага. Но надо кинуть бочонок. Минус нет, не успел. Красавчик, ветер спас свою повозку. Не успел снести Мелькор. Ее. Надо было, кстати, бочонок кидать в лучников. Мне кажется, эта идея получше. А вот Мелькору нужно захватить таверну, что он и сделал. Но строить не мечников, Дейла, а лучников. Им просто накопить нормальную пачку лучников и повозки все расстрелять. Можно будет выход в батю. Вот как раз таки для руки батю заменить надо было на... Есть у него вообще кузница? Нет. Выходит в библиотеке. Батю надо было заменить на кузнеца. Сделать апгрейд. Это не так уж и дорого для лучников апгрейд. Ну, они все в одну цену, но просто апгрейдить-то здание всего до второго уровня, на здание до третьего, например, как броня. Соответственно, это не так дорого. И этих денег ему хватило бы, чтобы загрейдить лучников, также флаги сделать. Пошел обстрел. Гномы не успевают, разумеется, отойти, потому что это гномы и погибают в это время, что делают повозки. А, повозки тусят у Мелькора на базе. Они снесли всех мечников. Но, в принципе, мечники Мелькору и не нужны были, но они бесполезные в этой ситуации. Ему надо делать такую же армию, как делает его тиммейт, но просто позаботиться об апгрейдах. Минус рабочий. Копейщики выдвинулись вперед. Ну, я сомневаюсь, что ветер затупит настолько, чтобы пойти в атаку на копейщиков. Повозки. Он просто будет кататься и всех расстреливать. Мудрость? Разве? Я только что слышал звук, но я не заметил. Блин, да мне сейчас дошло, что я не знаю, меняется ли моделька вышки при мудрости. Беда. Ну, мы скоро узнаем, короче, если она будет стрелять таким образом. Как будто у нее апгрейд стрел. Строится конница. Ну, конница, в принципе, может затащить, но чтобы убить всю эту толпу, на каждую повозку нужно по отряду конницы. Я очень сильно сомневаюсь, что руки может себе позволить такое количество конницы. К тому же всегда ветер может проехаться сюда. Тут немного копейщиков, но лучше пусть тиммейт погибает, чем ты. Правильно? Логично. Ну, поэтому конница это плохая идея. Им просто нужно идти в массированную атаку. Ну, вообще странно. Кстати, вышками застраиваться тоже. Повозки же здание плохо сносят. Ну, вообще, конечно, если вышка будет без прикрытия стоять, то они ее снесут без проблем. Но если вы будете ее чем-то прикрывать, то тогда норма. Офигеть, вы видели, как быстро они тролля убили таким-то количеством? Может, он попытается крепость снести? Они хреново сносят крепость. Это нужны повозки эрибора. Но можно кинуть бочонок. Например, можно сюда закидать бочонками, только по очереди главные. И тогда можно будет сжечь ключевую шахту. Он не поставит сюда больше шахту, потому что, когда шахта рушится, там, типа, немножко портится земля. И ты не можешь прям туда, куда ты впихнул, построить из-за того, что еще эти казармы мешают. Сейчас будет минус рабочий, но меня больше интересует сражение вот здесь. Это все же решает руки отступить. Да, батя без брони. Давайте посмотрим, что там, что у кого происходит по очкам. Батя хоть и без брони, но насточенную кучу лучников и для них сдать. Было бы просто чудесно для него. Очень мало лучников. Куча лишних мечников, которые не нужны. Очень плохой контроль от ветра. Да, он, конечно, часть гномов убил, но все бочонки в одну кучу. Нет, тут надо контролировать. Тут надо было прокликивать каждую повозку по отдельности. И только тогда кидать бочонки. Очень плохой контроль от руки. Не стоило разменивать батю на это количество войск. Не выгодно. Вот сейчас нужно контролить копейщиками. Ну, в принципе, две повозки слились сами по себе. Мелькору нужно было отправить копейщиков в эту сторону. То есть, если вы в такой ситуации, когда противник против вас в кучу повозок использует, и они проезжают на вашей армии, никогда, ни в коем случае не кликайте отрядами, чтобы они шли в атаку на повозки. Это невыгодно. Повозками не так сложно управлять, чтобы игрок затупил. Он сейчас затупил только из-за того, что их просто очень много было. И он не успел среагировать, потому что они мимо проезжают. Поэтому лучшее решение будет отправлять копейщиков в сторону повозок, но далеко-далеко за них. С разных сторон, в надежде, что когда повозки будут разворачиваться, просто несколько из них подохнут. Ну, вообще больно, конечно, смотреть на нижнюю команду. По сути, эта стратка, как и спам конных лучников. Чтобы от нее избавиться, вам нужны копейщики просто для прикрытия. И куча лучников с апгрейдами. Все повозки сдохнут. Ох, неплохо. Но погибла одна повозка при этом. Тем не менее, руки может восстановить всех всадников, если не отдаст их сейчас. Но он их отдал. Грусть. Появился Балин. Почему я сказал появился Балин, но не сказал, что воскрес Батя и Глорфиндель. Потому что Глор и Батя для этой стратки вообще не нужны. А вот Балин, прокачавшись, сможет телепортировать копейщиков на повозки. То есть он буквально может убить все повозки. Колдовской ветер есть. Высидел Готмак. Гейская стратка. Ну все, они выиграли, по сути. Готмак может убить целую армию сейчас. У него уже апгрейды есть. Балин отдался просто. Я не знаю, может... Может он куда-то ушел и Мелькор его не заметил, но... Да, минус армия Гнома. Опять-таки она не то, чтобы была очень сильной. У него просто мясо, которое... Ну ничего не сделает, потому что он строит мечников против спама лучников и повозок. Ну то есть я хозе. На что он надеялся, я если честно не понимаю. Руки вышел в третий тир совет Элронда. Там подкрыс что-ли будет? Я очень сильно сомневаюсь, что подкрыс работает, но посмотрим. Минус одна повозка. Да, ветераны Козодом имеют иммунитет к давке. Их не задавить. Сносится крепость. Ветер построил Двалина. Минус крепость. Одна повозка чуть не сдохла. Надо бы проносить дальше здание. Призыв в Гимли и Глойна, разумеется. Кстати, Глорфиндел сейчас погибнет. Да, на минус Глорфиндел. Как правильно говорить? Глорфиндел или Глорфиндел? Глорфиндел звучит немного покрасивше. Но по-гейски тоже. Да, минус батя там. Почему не добивает, я не понимаю. Ветер ставит снизу Казарму. Вот сейчас можно забайтить копейщиками. О, их так мало там. Зачем он высадил мечников? Если нужно высаживать копейщиков, то блин, просто нечто. Появился Торин. Они его могут просто раскайтить, опять же. Таким же образом, как раскайтили Глора. Хотя, на самом деле, они просто стояли, и он сдох. Да, сейчас погибнут последние ветераны Казадома. Вот сейчас, кстати, есть смысл их спасать. А Торина отправлять в другую сторону, чтобы Торин бил повозки. Торин не особо-то быстро сносит здание, но зато он мог бы посносить повозки. Но уже поздно, байтить не на что. Все ветераны Казадома погибли, и повозочники уезжают. В это время руки более-менее как-то держатся еще. Копейщиков тут... А, было-было, но немало. Немного, пардон. Немного. Можно дальше давить. Но руки... Не захотел. Остается только гадать, почему не пытается сделать армию из лучников и копейщиков Мелькор. Вроде он не нубас. То есть, ну, мне кажется, все люди, которые более-менее хоть пару недель поиграли, знают, как контрить конных лучников. Это то же самое, собственно. Разница лишь в том, что эти могут еще бочонки закинуть толпу, но просто побольше надо контролить. С другой стороны, ему тоже больше надо контролить, чтобы не кидать все бочонки в одну кучу, как он кидал до этого. Странно, что он, походу, боится Торина. Хотя, скорее всего, он просто копейщиков боится, чтобы на них не наехать. Ветер тоже под крест приготовил. А вот, кстати, о чем я говорил. Тут всего лишь один отряд, но видите, насколько неэффективен спам этих повозок? Они стреляют по одной цели. Они не могут быстро справиться с одним отрядом. Поехал Глор. Подкрепление от Котмага пришло. Куча копейщиков у руки, но нет лучников. Они просто погибнут от этой армии. Правда, есть орден из Тарии. Ну-ка, а может ли... Нет, тут крепость. Я просто подумал, может быть... Ух ты, неплохо! Четыре повозки погибло! Я думал, может быть, стоит призвать пять повозок. Двадцать паточку вот сюда. Или просто армию эту снести. Но там крепости. Проблема повозок остается для руки. Но, тем не менее, руки неплохо среагировал. Конечно, у него потери просто гигантские. И до сих пор у него комбинация армии неправильная. Но я, в принципе, понимаю, почему так происходит. Тут нужен тимплей. Нужно, чтобы Мелькор тоже помогал. Не крысил, а помогал сражаться с повозками. Так как не может сделать нормальную комбинацию войск руки, чтобы сражаться и с этой армией, и с этой армией. У него просто недостаточно ресурсов. Ему надо делать что-то одно. И он больше боится повозок, поэтому он больше строит копейщиков. Ну, то есть, тут его, в принципе, можно понять. Три отряда есть конницы. Но до сих пор копейщиков я тут не наблюдаю. Готмак слишком беспечно играет. Два отряда ветеранов. Или, походу, там есть три отряда. Да, высадка пошла. Нужно куда-то кидать. Тут есть обзор. Надо кидать ордениста. Если руки сейчас этого не сделает, то, по сути, он проиграл. Хотя бы под базу кидать, чтобы спастись. Неужели он не закинул? Балин поремонтировал крепость руки. Минкор красавчик. Он не закинул. Ооо, вот это, конечно, залет. Минус одна повозка. Между прочим, копейщиками не снести ветеранов, как конницей. Тут нужны лучники, либо сильные мечники. Так что это тоже залет. Сейчас руки потеряют все свои библиотеки. Тут, кстати, ветер допускает ошибку, потому что библиотеки в этом патче больше не считаются боевыми зданиями. То есть, для того, чтобы победить, ему нужно снести вот эту вот конюшню и пронести казармы в центре. Если же у руки остался рабочий, то он может еще поиграть, потому что у него 5000 в кармане, но базу всю свою он потерял однозначно. Минкор ему не помогает. Минкор надеется на подкреск. К сожалению, не делайте так никогда. Это очень, очень слабая игра на самом деле. Получается, что, типа, вы надеетесь на то, что вы подкресите, но при этом ваш тиммейт остается один против двоих игроков. Даже если он хорошо играет, он особо развернуться не может, потому что, ну, очевидно, что все ребята играют более-менее на одном уровне. Ну, примерно, типа, чтобы никого не обижать. Соответственно, если просто спокойненько руки пойдет своей армией вперед, то рано или поздно он все равно ее потеряет, потому что там две армии, что заставляет его сидеть в центре, потому что он боится. А так как Минкор пытается подкресить, то он тоже сидит. Ну, уже нет, но до этого сидел, так как подкрес быстро не собрать. В итоге два челика сидят, пока два челика из другой команды развиваются. Вот в чем проблема. Поэтому в этой ситуации подкреса это плохая затея. То есть, казалось бы, Минкор снес две крепости, но на самом деле каких-то действий для победы он внес по минимуму. Ну, посмотрим, чему приведет этот подкрес. Это уже поудачнее, чем было до этого, потому что две крепости были снесены, то есть Ангмар не сможет использовать свои обилки. Кстати, нужно игнорить повозки, там всего две, они русский месяц будут сносить. Призывается Гендальф от Минкора. Также Король Чародей сейчас будет убит, потому что там есть и Торин, и его друзья. Не это контроливает Минкор. Надо добивать Короля Чародея, но что-то пошло не так. Он жив, но вливается в него все же урон, и он погибает. Гендальф закидывает своими фейерверками, слэш-шишками армию противника. Нужно отменять обилку и прожимать яркий свет, иначе он сейчас погибнет. Но слишком поздно, Минкор не успел среагировать. Правда, у него хилка была, но да, увы. Слишком-слишком поздно. Тем не менее, размены все же в пользу Минкора, потому что у него остаются ветераны Казадум, также у него остается Торин и Двалин. Оба они под рунами, напоминаю. То есть, это типа человек армии, точнее, гном армии. Кроме того, он продолжает высаживать свои войска через шахту, которую верхняя команда, к сожалению, забыла пронести. В это время ветераны Казадум ветра пронесли прям все абсолютно, что было на базе уруки и уже пришли месить Минкора. Но у Минкора есть с чем отбиваться. Вроде бы, я бы советовал еще поставить вышки, что он и делает. У него есть выход в землетрясение, коим можно пронести вот эти вот здания, если ему удастся. Офигеть! Замечательно просто делает. Прям идеально прорезал. Не повезло, к сожалению. На Пикселе осталось здание, но очень хорошо сделал сейчас Минкор. Ему остается всего лишь немного пронести. Если погибает Ангмар, он не погибает, но все же, хотя бы они расчистят эту территорию, и у нижней команды будет шанс на камбэк. Этим временем ветер снес крепость Минкору, и это просто ужас. Но, опять-таки, Минкор хотя бы не просрал, как руки. Он использовал 25-ку. С умом. А вот руки, вот надо было бы подумать о том, что он жестко затупил. Свет Истари хотя бы помог бы снести армию... Ой, пардон, Свет, не Свет, Свет Истари. Помог бы снести армию лучников черных номинорцев. Призывается Гендальф от Ветра, и у Минкора большущие проблемы, потому что теперь ему уже нечем отбиваться. Хотя... Нет, вообще-то есть чем отбиваться. Ладно, он... Он снес остатки ветеранов Козадум, и Гендальф тоже погибнет, если не отступит. Но ветер, видимо, занят чем-то другим, он не контролит, и Гендальф погибает. Строится крепость Ангмара. Давайте посмотрим, что есть у Ангмара. Ангмар очень скоро сможет выйти в 25-ку. Лавина крайне полезна против Эмладриса. Остается одно здание на этой территории. Я удивлен, что никто из игроков не пытается высаживаться на территорию своего оппонента. Охота за рабочим, но... От этого мало толку, потому что тут крепость есть. Да, кстати, ветераны Козадум от Мелькора всего лишь один отряд, но, тем не менее, урон они наносят вполне себе приличный, и, возможно, у них даже будут шансы. Ну, 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 ну. Они снесли крепость. Охренеть. В какую же задницу сейчас находится ветер? У него достаточно денег, но он, он, получается, скопил деньги за счет того, что не особо-то строил войска. Повозки он не терял. И теперь он все эти деньги просирает на крепость Он уже 10 тысяч потратил Ни на что Ему еще 5 придется потратить Если он хочет крепость, конечно Почему Двалин сейчас не юзал ульт Остается лишь загадкой Но он, Двалин может снести в соло крепость Ему только нужен небольшой саппорт Потому что лучники его в спину могут разбить Я бы советовал использовать Встряхнуть зданием Затем переключиться на оборонку И попытаться его пронести Нужно юзать ульт Не нужно подбегать прям впритык к лучникам Юзай ульт сейчас Чувак, сейчас юзай ульт Ааа, все, он погиб Там же радиус огромный Не нужно впритык к лучникам подбегать Юзай ульт Есть Молодец Просто больно было бы, если бы он его потерял Конечно осталось Сколько там, один отряд лучников остался Но Лучше так, чем если бы он его просто потерял А кстати, всего лишь одна руна Что странно Давайте посмотрим на руки Я надеюсь, я не провтыкал Нет, он не левал Руки, руки, руки Неужели у него нет рабочего? Если у него нет рабочего То нижняя команда Увы, проиграла Скорее всего так и есть У него нет рабочего Сколько стоит? 900 Да, он может два отряда Ну, тогда для него Лучшим решением будет Построить смотрящих Вот таверну он не может захватить Жаль, что в этой игре нет возможности Меняться нейтральными зданиями Таверна же дает предел Почему, кстати, смотрящие Смотрящие иммунитет имеют к давке Это же геройский отряд То есть не нужно бояться, что вас задает повозка А мечники эти бесполезны То есть сейчас приедет повозочник Или Погодите, я сейчас затупил Это А, это повозки Мелькора Мелькор, красавчик Переключился на страдку Своего оппонента С лучниками Охренеть В итоге верхняя команда Зажата в углу Но правда Потихонечку Готмак пытается Отстроить здание Внезапно Реплей стал топовым До этого я хотел бы сказать Что реплей хреновый Потому что Игроки очень плохо контролили Но Благодаря Такому большому количеству Камбэков Реплей топовый Минус ветераны Козадум Не успели не добежать Станчика Мангмар Затащил Минус повозка Сейчас будет минус вторая повозка Минус все повозки Неплохо Неплохо Еще ветераны Побежали Но Тут есть ветераны Козадум От ветра И не стоит их игнорировать У них огромнейший урон Визуется колдовской ветер И Мелькор Теряет всех Своих ветеранов Козадум Интересно Додумается ли Руки Сыграть В смотрящих Конечно Он уже деньги Все потратил Он пытается Ну надо отдать должное Он пытается Сносить экономику Это правильное решение По сути У нижней команды Сейчас вся надежда На Мелькора А у верхней команды Надежда на время Ветер Неплохо разжился Баблосами Погодите За кем смотрим Смотрим за Мелькором У него Разве у него нет рабочих У него нет рабочих Если верхняя команда Осознает Что у него нет рабочих То они уже выиграли Жесть Ну теперь я понимаю Почему Мелькор Пытается постоянно Крысить здание У него больше нет Никаких других Вариантов Для победы Офигеть Вот это фейл Но можно же было успеть Ведь там Бежали же эти ветераны Пешком Всю дорогу Можно было Успеть рабочего построить Так Попытка снести Кстати Ключевую Мельницу Неплохо Руки захватил Таверну А я почему-то решил Что это Да Я Я идиот Я почему-то решил Что это вражеские Войска Ну кстати Линдоны Получше зайдут Даже чем мечники Им бежать не так далеко Они дешевле стоят Правда Предела ему не хватает Ну руки Начал тащить Красавчик Если он Зачистит Всю эту территорию А Мелькор Как-то сможет Подкрысить То Ох Какой ужас Три или четыре Повозки погибло Строится крепость Ангмара Обстроил ветер Свою крепость Практически Очень скоро Будет лавина Рабочие Дополнительные Что-то я сомневаюсь Что нижняя команда Выиграет Но шансы еще есть У ветра есть Таверна У ветра есть Дополнительная экономика У него есть Куча повозок У него есть Возможность Подкрысить Может быть Кстати Заметьте Сейчас ветер Начал строить Лучников Дейла Ой не ветер Пардон Мелькор Мелькор Я сейчас про ветра Все это время говорил Стэдоба Я имел ввиду Мелькоры Плюс казармы Еще есть на базе Ну-ка давайте посмотрим Что у него По баблу Так стоп Ветер Ветер тоже купается В шекелях На самом деле У руки проблемы Но хотя бы У руки Пока что Дополнительный предел Населения То есть Он неплохо себя чувствует Неплохо Продавили Кстати Повозками Лучников Готмага Можно убить Марномарта Повозками Ну или мечниками Но Повозками Прям точно Можно Попытка Снести здание Руки О господи Там так много Ветеранов Казадум Хотя Некоторые Из них Это Ветераны Мелькора Сейчас Любая Потеря Зданий Это Просто Гигантский Ущерб Для Нижней Команды Он Сейчас Заберет У них Мавзолей Больше Не сможет Мелькор Крысить Нужно Отправлять Всех Лучников В атаку Повозки Сливаются Если Сейчас Еще и Шахта Третьего Уровня Сдохнет Стоп За кем Мы смотрим Ну вообще Конечно У Мелькора Хорошая Экономика Шахта Это Не такая Уже Большая Потеря А он Отбился И у него Есть Еще Три Отряда Это Будет Последний Под Крыс Не добили Марномарта Увы Но Тут Правильно Сделал Мелькор Разумеется Что Ушел На базу Иначе Он Все Потерял Но У него Еще Достаточно Возможностей Для Победы Он Может Загрейдить Казарму Денег У него Предостаточно Во первых Сделать Огненные Стрелы Чтобы Лучниками Дейла Можно Было Здание Нормально Сносить Во вторых Строить Стражей Синих Гор Можно Выйти В апгрейды У него Предостаточно Еще Возможностей Для Победы К тому Ж То Что Верхняя Команда Зажата В углу Это Играет На руку Нижней Команде Конечно Печально Что У них Нет Рабочих Они Могли Бы Столько Территорий Застроить Но Тем Не Менее Шансы Есть Теперь Посмотрим На Готмака Готмак Может Одной Обилкой Сейчас Заруинить Все Армии Нижней Команды Ему Нужно Всего Лишь Подождать Пока Они Соберутся В одну Кучку И Этот Момент Сейчас Наступит Идеальная Идеальная Возможность Снести Всех Лавиной Но Он Пока Что Занят Другим Поехал Хитрый Маленький Таранчик Если Хитрый Маленький Таранчик Доедет Сюда То Хитрый Маленький Таранчик Снесет Руки Таранчик Решил Снести Аванпост Плохая Идея Приехали Повозки Давить Лучников Начинается Сражение Ну Крепость Сносить Невыгодно Возможно Уин Удастся Снести Ангмар Ой Пардоните Это не те Ветераны Да А Это Ветераны Ветра Ок И Доехал Таранчик Никто Не заметил Таранчик Он слишком Маленький Слишком Хитрый И Нижняя Команда Потерпела Поражение Конечно Прикрытие От руки Было Небольшим Но Все же Оно Было И теперь Его нет Теперь Мелькор Будет Вынужден Сражаться В одиночестве Гордом Но все же Одиночестве Поехали Повозки Минус Одна Но Продавить им Все же Удается Всех Лучников Посмотрим Что Предпримет Сейчас Мелькор Ветераны Казадум Его Пушат Призраков Можно убить Лучниками Этих Я бы Советовал Отвести Кладовской Ветер Кидается На Ветеранов Казадум И Беорнов Лавина Лавина Очень Странная Лавина Ветераны Часть С другой Стороны Стоят Они Конечно Без Хилки Но Все же Хотя Нет Наверное Нормально Да Вышки Перестреляют Еще Остальных И Все Можно Можно Писать Где Гендальф Погиб Беорнов Гримбеорн Шестого Уровня Мелькор Почему-то Не Сделал Апгрейды То есть Сносить Ему Нечем Он Мог Бы Плюнуть На Эти Крепости И Просто Пронести Здание То есть Если Не будет Подкрепления Ни у Кого То Он Выиграет Он Просто Подождет И Подведет Подкрепление Свое Но Вот Почему-то Ему Хочется Слиться Под Крепостью Я Честно Не Понимаю В чем Смысл У него Нет Войск Чтобы Снести Крепость Она С Грейдом Брони Тут Куча Вышек Еще Стреляет Это Просто Суицид Если Были Огненные Стрелы И То Лучников На мой Взгляд Маловато Но Если Были Огненные Стрелы Я Б Еще Мог Бы Это Понять Эти Попытки Но Так Он Упускает Легчайшую Возможность Пронести Все Эти Здания Тут Нет Вообще Защиты Ну Тут Конечно Сидят Чельки Для Подкрепления Но Их Несложно Было Снести Такой Комбинации Войск Да Давайте Промотаем Мелькор Слил В конце Блин Меня Сейчас Терзают Смутные Сомнения Я Не Могу Решить Кто МВП Этого Матча То Есть Но Сначала Очевидно Ветер Сыграл Не То Чтобы Очень Хорошо Он Явно Прикалывался Этой Страдкой Она Фановая Но Это Весело Поэтому Но Вот Дальше Он Прям Слишком Увлекся Слишком Увлекся Этой Страдкой И Ему Нечем Было Отбиваться Сначала Мелькор Очень Плохо Играл Но Затем Он Начал Прям Проносить Все Подряд Руки Сначала Хорошо Играл Но Потом Затупил С этим Призывом Советы И Стари И В итоге Все Потерял Готмак Играл Ну Готмак Так Себе Играл С Ивова Просто Ждал Когда Можно Будет Свою Армию Лучников Выставить То есть Ну Он Явно Не МВП Но Кто Ж Из Этих Троих МВП Возможно Маленький Хитрит Таранчи Который Снес Руки Или Мелькор Но Больно Смотреть Как Мелькор Упускает Свои Шансы На Победу Я Прям На 85% Уверен Что Мелькор Мог бы Еще Выиграть В этом Матче Если бы Не пошел Под крепость Вот Недавно Совсем Сливаться Пронес Бы Эти здания Потом Он бы Отступил Четко И Снес Б Эти Здания Конечно Стоит Заметить Что У Верхней Команды Есть Шансы Кстати Вот Начал Готмак Этими Шансами Пользоваться И Они Могли Бы Просто Высадиться И захватить Другие Территории Но Они Этого Не Сделали Мог бы Мог бы В принципе Готмак Спастись Но Ветер Этого Не Сделал Насколько Я Видел Поэтому Я Считаю Что У Мелькора Все Были Шансы На Победу Если Он Ими Воспользовался Ну Давайте Хотя Это Наверное Не важно Это Просто По Приколу Но Все же МВП Ветер Если Вы Со Мно Не Согласны Пишите Также В описании Под роликом Вы Найдете Информацию О том Где Скачать Эту Игру Как Играть По Сети Куда Прислать Реплей Также Вы Найдете Ссылочку На Мои Стримы Которые Пока Что Временно На Втором Канале Проходят А Еще Вы Можете Стать Спонсором Этого Канала Если Хотите Меня Поддержать Всем Спасибо За Внимание Пока Продолжение следует